Символы мужества и настоящей отваги. Забайкальским военнослужащим, призванным из запаса, достались автоматы нового образца АК-12, снайперские винтовки, гранатометы и ручные пульметы Калашникова. С давних лет мужчина является гарантом защиты семьи, дома, родной земли. Наши отцы и деды во время войн столько и мужественно выполняли свой воинский долг перед Родиной с оружием в руках. Любовь к оружию, искусственное применение его в бою – славная традиция российских воинов. Во время официальной части командование учебного соединения ВВО пожелало бойцам помнить и чтить свои воинские обязанности и, самое главное, беречь друг друга. Напомним, мобилизованные забайкальцы продолжают постигать этапы боевой и огневой подготовки, а также вспоминать азы управления спецтехникой. Вам, как я думаю, предстоит части из вас защищать мир, основные права и свободы граждан, которые проявили волеизъявление и присоединяются к Российской Федерации на территориях Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областей. Вы знаете, что более 90% жителей проголосовало за вхождение в состав Российской Федерации и желают вместе с нами далее исторически существовать. 2 октября очередная часть мобилизованных военнослужащих отправилась в учебные центры Вооруженных сил России. На полигонах Минобороны они продолжат подготовку. Задача на ближайшую перспективу – курс по управлению беспилотными летательными аппаратами и оказание первой медицинской помощи. Екатерина Бакшеева, РТК Забайкалья.